Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня, пока мои коллеги ходили на пресс-конференцию президенту СБР Владимиру Драчеву, я сходил в парикмахерскую и избавился от излишков своих волос, которых за эту зиму у меня накопилось слишком много. Вот я думаю, что в СБР также нужно будет сменить свое руководство в межсезонье, не оставив лишь самых адекватных и избавившись от всего лишнего. Прежде всего, от такого президента и такого первого заместителя, которых мы имеем. Подтверждением тому стала очередная пресс-конференция СБР в преддверии чемпионата мира, где можно было даже посмеяться. И мы-то как ждали хорошего результата, но такого прорыва наших детей, мы их так называем, конечно, никто, возможно, никто не ожидал, но мы работали над этим вопросом. И этот год, вы знаете, у нас была создана команда юношеская. Но в нынешней ситуации это, я бы так сказал, даже больше прорыв, наверное, все-таки в той части, что мы сумели собрать полноценно такую команду, которая оказала по-настоящему бой всему мировому биатлону. Во-первых, можете посмотреть, как Владимир Петрович пытался стрелять из детской винтовки. Получилось у него, прямо скажем, не лучше и не хуже, чем получается руководить Союзом биатлонистов России. Конечно, ему больше всего вопросов было адресовано о предстоящем чемпионате мира, что, в общем-то, понятно. Худо-бедно был озвучен состав, пусть и не в официальном виде, но, по крайней мере, понятно, кто вошел в заявку сборной России. У мужчин это Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гораничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов и Карим Халилей. Итого семь человек. В женской команде Светлана Миронова, Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Кристина Рисова, Ирина Старых. Пять плюс два человека с Кубка АБЮ, которых наверняка внесли в заявку Екатерина Глазырина и Ульяна Кальшева. Тоже семь получается, и у женщин больше заявлять некого, у мужчины одно место осталось. Не факт, что все из этих семерок смогут принять участие хотя бы в одной гонке. Это понятно, что держать их в заявке следует на случай форс-мажора. Если один-два человека заболеют в неподходящий момент, то потребуется замена. Как будет происходить распределение по гонкам, там уже тренеры будут решать на месте. Что касается результатов на чемпионате мира, то Драчев уже не говорил привычную мантру о не хуже, чем в прошлом году, о трех медалях. Как я уже говорил, руководство СБР само не очень-то в это верит. И говорит, что главное сейчас мы вот смотрим уже на следующее межсезонье. В чем все-таки причины и почему происходит такая на данный момент разбалансировка. Мы разобрались, мы посмотрели. Я лично там ездил, анализировал. Мы практически начиная с конца декабря, с прошлого года и весь январь смотрели и анализировали ситуацию. Почему такой огромный прорыв и такой огромный скачок сделали две команды. Это Норвегия и Франция. Мы, проанализировав все вот эти моменты, сейчас работали и работаем над устранением вот этого отставания. Понятно, что сразу и моментально это сделать невозможно. Но мы постарались, что возможно, устранить. Наверное, как вы знаете, да, там много было нареканий в сторону лыж, много нареканий было как раз в сторону технической составляющей сервиса. Как раз это и, наверное, является основной причиной, почему мы вот настолько, настолько сейчас отстали от лидеров мирового биатлона. А не на чемпионат мира. Что главное, нужно будет улучшить материально-техническое обеспечение, по-другому провести предсезонку и так далее, и тому подобное. И тогда мы всех порвем. Получается, второе, на что он делал акцент, это то, что растет долг СБР перед ЭБЮ. Что такое впечатление, что наших руководителей поставили международные чиновники на счетчик. Они только платят, кланяются и продолжают платить и дальше. Вот выяснилось уже, что не 150 тысяч, а 350 долг. А откуда еще 200 тысяч набежало. А никто не знает, и сам Владимир Петрович объяснить не может. Только мы почему-то с этим молча соглашаемся. Вот озвучивая это в качестве причины, руководитель как пытается с себя ответственность снять или наоборот показывает, насколько он компетентный руководитель. Не мудрено, что уже в этом сезоне, кстати, Нуждов в прошлом году ходил на все пресс-конференции вместе с Драчевым. А сейчас он уже не ходит и пытается дистанцироваться. То есть, я так понимаю, видит, что говорит президент, не хочет с ним ассоциироваться, ведет какую-то свою игру. Но мое мнение, что отвечать должны оба, так как каждый в той или иной степени занимался управлением федерацией. Ну, здесь у меня очень много вопросов к этой комиссии ИБИО. Вообще не планировалось в пресс-конференции выносить этот вопрос на общее обсуждение. Но уж раз задался такой вопрос, мы провели и проводим очень в хорошей обстановке взаимодействие у нас полное с комиссией ИБИО. Но вот решение и результаты этих комиссий, да, и что мы видим в дальнейшем, здесь у меня очень много вопросов. Наверное, вы знаете, что комиссия была создана сразу после Конгресса, который проходил в 2018 году. И мы с ноября месяца 2018 года совещаемся, проходим разные обсуждения, критериев, которые необходимо выполнить в Союзу биатлонистов России для полного восстановления в правах. Но на данный момент вот той конструктивной работы, да, вот я, например, не вижу и вижу только ухудшение. Почему? Потому что с каждым приездом этой комиссии у нас увеличиваются наши долги почему-то, да. Если говорить, там, в октябре месяце они еще были там в размере 150 тысяч евро, то заплатив 240, мы на сегодняшний момент получили информацию, что мы должны еще 356 тысяч евро. Да, а эта сумма постоянно увеличивается, непонятно по каким моментам, судебные издержки, еще какие-то. Я вообще очень много хотел бы задать вопросов, наверное, руководству Международного союза биатлона и в том числе этой комиссии. Но комиссия это просто информатор той программы, которая ведет IBU. Поэтому, ну, уже можно посчитать, что в районе миллиона евро, даже, может быть, будет и больше скоро, мы уже должны, да. Это наводит на мысль, что мы выбраны той, наверное, федерацией, которая постоянно как бы что-то должна оплачивать. Что касается вот этих вот причин озвучивания, для чего? Ну, наверное, для того, чтобы показать. Вот, смотрите, они нас обирают до нитки, поэтому у нас нет денег на нормальное материально-техническое обеспечение. А отсюда нет результатов. А раз нет результатов, то нечего ждать и медали, и так далее. Круг замыкается. Но если посмотреть с другой стороны, можно обещать сделать что угодно. То есть, на следующий сезон сказать, ну, подождите, мы готовимся к Олимпиаде. То есть, нам весь этот год тренеры говорили о том, что подождите, мы готовимся к главному старту. Сейчас руководство говорит, что чемпионат мира это вообще не показательно. Вот эта вся техническая часть, которая складывается из нескольких пунктов, из нескольких моментов. Это, опять же, повторюсь, да, лыжи, сервис, парафины, оружие, все вот это вместе, оно как раз и есть результат биатлона. Потому что биатлон это технический вид спорта, и здесь умалять и говорить о том, что вот мы функционально сильны, но вот проигрываем на этом, ну, это одно из составляющих биатлона. То есть, получается, что техническая составляющая это такой вирус основной сборной команды, да? Потому что на Кубке IBU все прекрасно, на Олимпиаде юниорской тоже были хорошие результаты. А как только те же спортсмены, как было раньше, в предыдущие годы, переходят в основу, сразу у них все куда-то улетучивается. У нас цель вот следующий сезон, а в следующем сезоне будут Олимпийские игры. Они так рассчитывают досидеть хотя бы свою каденцию четырехлетнюю до конца. Но если не требовать никаких изменений сейчас, когда мы понимаем уже, что на чемпионате мира действительно чудо только может что-то принести, то дальше будет продолжаться то же самое. Они же сами набирали тренерский штаб, сами делали изменения и не хотят сейчас за это отвечать. Кстати, на вопрос о том, чтобы поменять тренеров, Драчок сказал, что тренеров менять не надо. Главное довести дело до конца и результата не будет от смены тренеров, потому что новым начинать сначала, оказывается, придется. А результатов мы добьемся только тогда, когда поменяем все компоненты. А как-то взять и уволить тренера. Ну, это самое простое, что можно сделать и сказать, что вот мы его убрали, теперь у нас как бы все пойдет хорошо. Так не устранив причину, мы не сделаем самого главного. Вот по поводу этих компонентов у меня возникает вопрос. Вы работаете практически два года уже. Что мешало поменять эти компоненты сразу? Почему целых два года тянули? Это первый вопрос. Второй вопрос, основной компонент, который нужно поменять, это тот, который присутствовал как раз на данной пресс-конференции, что мы обсуждаем. То есть, если раньше показывали, обещали детский спорт, массовый спорт, любительский биатлон, презентовали, помню, на пресс-конференциях, то сейчас решили дойти до детского сада вот с такими ружьишками, с резиновыми пульками, и, пожалуйста, будет вам биатлон. В принципе, Владимиру Петровичу, я думаю, это направление нужно поручить, только не в рамках работы президента МСБР, а в рамках отдельного направления. Можно даже создать под этот пост вице-президент по младенческому биатлону и направить программу внедрения, популяризации биатлона в детских садах. А ответственный Владимир Петрович Драчев. Я думаю, что всяко хуже не будет, по крайней мере, для детсадовского биатлона, как не знаю, а для взрослого точно пойдет на пользу. Ну и, наконец, завершение первого президента по поводу главных надежд сборной Франции, в число которых, помимо Мартена Фуркаде и Кентена Фиона Мае, входит Жан Ги Беатрикс. Замечательный французский биатлонист, действительно, который боролся за самые высокие места на Кубке мира, но, правда, завершил карьеру два года назад и сейчас работает тренером сборной Бельгии. Но французы в него по-прежнему надеются и верят. Спасибо, Владимир Петрович, что хоть Антона Шипулина не назвали в числе главных надежд российской сборной. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.